Орехи Нужно измельчить в процессоре или перекрутить на мясорубке, чтобы они превратились не совсем как в муку, а мелкими такими крупинками были. Сейчас я измельчаю орехи. В чашу миксера отправляю я сливочное масло, очень мягкое, и начинаю взбивать его. Как только масло станет однородное, мягкое, добавляю туда сахар. Добавляю по одному яйца. Добавляем соль, сметану. Добавляем муку. Разрыхлитель. Добавляю перемолотые орехи. Добавляю 2 чайные ложки жидкого ванилина. Продолжаю взбивать ещё пару минут, и тесто наше будет готово. Тесто делим на 6-7 частей, как вам удобно будет. Если на большей части и тоньше коржи будут. И вот таких 6 больших шариков скатываем. Накрываем плёнкой. И поставим в холодильник минут на 15-20. И затем будем раскатывать и выпекать ореховые коржи. Так, сейчас приступаем раскатывать ореховые коржи. Для этого нам нужен силиконовый коврик и пекарская пергаментная бумага. Коврик желательно иметь, потому что, когда мы пекарскую бумагу ложим поверх коврика, она у нас не скользит, а у нас идеально она на коврике держится. И нам удобнее раскатывать корж. Любой, будь то наполеон, медовик или вот как ореховый торт, белочка. Немножко присыпем его мукой. Также нам нужна крышка с вот таким металлическим острым ободком. Опускаем крышку на корж и придавливаем. Оставляем и обрезки, и корж всё оставляем на бумаге. Ничего мы отсюда не переносим. Бумагу вместе с коржом переносим на лист для выпечки. Сейчас корж нам нужно проколоть в нескольких местах. И отправляем его в духовку. Ореховые коржи выпекаются очень быстро, где-то в среднем 5-7 минут. Сейчас мы приготовим крем для торта белочка. Для этого нам нужно мягкое сливочное масло. Перекладываем в чашу, в которой будем взбивать. Взбиваем миксером, чтобы масло стало однородное и стало ещё светлее до пышности. Добавляем сюда варёное сгущённое молоко двумя порциями. Одну порцию размешается и сразу добавляем вторую порцию. Сливочный крем готов со сгущённым молоком. В другой чаше миксера мы сейчас взбиваем стакан холодных сливок из холодильника. Начинаем взбивать. Как только они начнут густеть, добавляем столовую ложку сахара. И взбиваем до устойчивых пиков. Сейчас сливки я в три приёма добавляю в основной крем и перемешиваю лопаточкой. Миксером соединять не нужно. Крем у нас готов. Я его отставляю в сторону. Сейчас мне нужно орехи измельчить в блендере в мелкую крупинку, не в муку, чтобы они были маленькими такими крупиночками. Первый корж нам нужно с обратной стороны также смазать немножко кремом. Можно через корж, можно каждый корж просыпать орехами дополнительно. Закрываем кремом бока. Сейчас бока торта нужно обсыпать орешками. Сейчас я попытаюсь немного украсить торт белочку. Вот это у меня мелкий шоколад в каплях. Край торта я посыплю этим шоколадом. В центр торта нужно нам стаканом или любой формой мы делаем круг, чтобы обозначить центр. Ну, приблизительно. И берем орешки и выкладываем по кругу. Так, в центр тортика я просто насыплю орешков в фундук. Торт готов. По желанию можно добавить немного в центр сахарной пудры. Этот торт получается очень и очень вкусный. Его нужно убрать в холодильник минимум на ночь. Но хочу также напомнить вам, что перед тем, как подать к столу, он должен обязательно постоять при комнатной температуре 1-2 часа или даже больше. Он тогда согреется и коржи станут очень мягкими. Готовьте с удовольствием. Я уверена, что этот торт вам очень понравится. Это один из любимых моих тортов. До новых встреч. Готовьте с удовольствием и с наступающими праздниками вас.